Самонагиб за инженера? Одобряю! Благодарю тебя, капитан очевидность! Приветствую вас, леди и джентльмены! Другие подруги, с вами Мот, капитан очевидность, М4CQB, и, помимо этого, есть у меня для вас отличненький анекдот. Анекдот такой. Разговаривают два еврея-психотерапевта, и один другому говорит, Сёма, ты таки не повеешь, что я сегодня встретил. Что Изя ты встретил? Я сегодня встретил самое настоящее раздвоение личности. Что, правда, что ли? Правда? И что же там было интересного? Самым интересным было то, что я смог убедить каждую личность заблатить за сеанс. Да, вот это бизнес, да, был бы, если бы у каждого второго было раздвоение личности, пациента, имею в виду. Он начался. Да, но вообще раздвоение личности это такой диагноз, которого не существует, кроме как в книжках. Нету такого диагноза. считают, что это фантастика. Вот, но мы не об этом сейчас. Мы сейчас о том, что надо бы понагибать. И нашего уже нагнули. Некто хитоубийца. Во! Балдай, ладдай, рампай, папай, лагиба, сендай. Так, наш хитоубийца снова прибегает. о, молодец, нычка, все дела, красавчик. Давай, действуй, действуй. Противников мало, нас еще меньше, нас всего двое, а их трое. Ну, да, и хитоубийца был снова нагнут. 0-2 в пользу противника. И хитоубийца неисправим. Нет, смотри-ка, все-таки он додумался пойти в другую сторону. Так. О! Отшот, я откаю вас. Оу! Да! Такой ты тормоз! Тебе повезло, что у тебя противник такой же. Ну, я не играл сегодня, просто еще немножко как-то, да, так это, тормозил, бывает. Но ничего страшного. По-нушу, большое дело. Мы все равно справимся, все у нас получится. М4 сетюби, вы просили, чтобы я поиграл с этой пушкой, играл я за все время, сколько у меня существует канал, с ней всего лишь один раз. Это было давным-давно, и в таком у нас было шпионском стиле, а сегодня просто позитивном стиле. Попробуем показать с ней что-нибудь интересное. Сколько не будет рассказать эффективную игру. И я не исключаю, что у нас это получится, да? У нас уже трое. То есть, вот, хит-убийца, по-моему, делает свой первый фраг, и это успешно. Так. Есть, хорошо. Отдача после последних всех фиксов стала просто, ну, считать, что ее нету. То есть, детская такая, простая, и это хорошо. Мне кажется, что вот оружие начального уровня, оно и должно отличаться очень простой отдачей, очень простым контролем, чтобы оружие, пусть и не обладало, ну, большими такими, мощными характеристиками боевыми, но зато с ним было просто и легко осваивать игру. И это правильно, да. Во, минка сработала, девушка лежит красиво, смотрите, как она на ступеньках, это наша красавица, все, поднагнула ее. Кстати, у нее, по-моему, такая же пушка, как у меня, да, это же Сикиби вроде, да. М4 Сикиби, интересная пушка, но не мощная, и патроны вылетают быстро, темп струб... Тихо! Во! А этот снайпер еще более не мощный, чем моя Сикиби. Я не знаю, чем он занимался. Тихо, кто-то идет. А ну-ка, сейчас попробую. Вот так вот, девочка, сюрприз. Люблю так делать. Обычно на командных боях даже опытные игроки чаще всего они одевают не какие-то бронежилеты, типа питон, варан, бизон, вот эти все, носорог. Обычно одевают боевые. И если это не снайпер, у которого боевой жилет защищает от взрывов, то вполне можно ставить минку, немножко отойти, противник выбегает, и вы стреляете в минку, и противника нагибает. Да. Против нас воюют три снайпера, и один инженер, как я успел заметить. Ну, это интересно, конечно. Это что-то сочное, я чувствую, будет. Не, ну, самое интересное, сколько раз уже об этом говорил, и не устаю это повторять. Почему у новичков такая тяга к классу снайпер? Я не знаю, каждый, кто приходит, по-моему, играть в игру, в шутер, и не только в Warface. Если есть класс снайпера, он непременно берет этот класс, и считается великим снайпером. Ну, а мне кажется, это очень тяжелый класс. Может быть, даже самый сложный из всех. Ну, насчет Warface сложно сказать. Сейчас, наверное, потяжелее будет инженером играть, нежели снайпером. У снайперов-то сейчас, как раз, все хорошо. Ну, вот по стрельбе точно, да. По стрельбе, наверное, все-таки снайпер самый-самый-самый такой непростой класс. Но, тем не менее, он очень популярен у новичков, и это радует. Вот так вот, дедочка, да. Можно таких снайперов перестреливать из М4СКВ и оставаться безнаказанным. Главное, не нарваться на опасного, опытного снайпера, а то, кто его знает, что будет в итоге, это еще неизвестно. Тай-дам, тадам, рам-пам-пам-пам, я гиба, я дам. Минус 7. Замечательно. Сейчас еще один выбежит. Мы его найдем. Не, я бы на место снайпера сюда точно не пошел. Да я бы на месте, наверное, другого класса заходил бы очень аккуратно. Потому что, можно просто сразу отхватить. Вот так, да. Хочет, можно отхватить. И мы уже идем 8-0. Что весьма приятно. Во, команды сравнялись наконец-то. И мы прекрасно вырвались вперед. Вырвались за счет того, что я иду 8-0. Если вы только что видели, было счет 21 на 13. И, собственно говоря, если отнять 8 моих фрагов, то было бы 13 на 13. А так, я внес небольшой дисбаланс. И, по-моему, противник уже начинает как бы унывать. Что-то не видно от никаких особых действий. Но, посмотрим, может они еще и воспрянут духом. Сжать их на респе мне не очень хочется. Я, во-первых, это не люблю. Ну, как-то неинтересно так. Вот. А, во-вторых, не очень-то для этого карта подходит. То есть, тут зажим на респе такой, знаете, еще неизвестно кому от этого лучше. По-моему, тем, кого зажимают, тут даже комфортнее. Можно просто выносить всех зажимающих, да и все. Вот. И наш там чувачек пошел. Он сейчас люлей получит, он даже смотаться не успеет. Нет, успел, смотри-ка, убежал. Так. Не получилось у нас вот этого чувачка подстрелить, потому что его нагнуло быстрее, нежели я увидел его. Тихо. Вот так. Давай-давай-давай-давай-давай. Нет, нет-нет. Сожалений, дабл-кила не получилось, но, опять же, все нормально. Минимум одного я забрал, я считаю, что это успех. Вот так вот, еще один. Да. Сей, один с фрагом. Вот так. Тихо-ня-ня-ня. Начало положено. Капитан, давай ты не будешь начинать. Так хорошо шло. Вот. Я так и знал, это твои мысли. Вот. О чем я и говорю. Вот так. Все как и должно быть. Иди, Баня, ты кархать любишь. Сейчас начнется вот эта черная полоса из-за тебя. Куда не выйди, меня ноги будут поджидать. Так нельзя, капитан, очевидность. Ты должен болеть за меня, должен там наговаривать. Пусть у Морти да все будет хорошо, пусть он нагнет рачишек. Ты должен так говорить, понял? А не так, как ты это делаешь. Блин, вот медик от меня убежал, недобитый, чуть-чуть у него было хп, он смылся. Да, где-то он рядом, возле здания, надо быть аккуратным. Вон его нагнуло, молодцы, молодцы наши ребята. Наши тоже вроде стараются, конечно, умирает очень много, но с другой стороны, тихо-тихо. Мало того, что ты тормоз, ты еще и слепой, оказывается. А я что-то не понял, да, как кто из них, что-то я запутался, даже и не думал, что это... Вот. Никогда раньше летающих раков не видел. Пошел ты в баню, что ты сегодня такой активный? Раков? Я расслабляюсь, понимаешь ли. Я уставший сегодня, решил немножко просто поднагнуть для души. А ты начинаешь, раков не видел он летающих. Как только ты в самолет сядешь, в зеркало посмотри, там, вот тебе летающий рак. Ха-ха-ха-ха. Да. Рам-пам-пам-пам. Что-то... Дистанции большие. Надо бы вообще это... Двухкратник поставить, хотел сказать. Да. Да, уже не надо ничего ставить, уже можно без этого. Блин, что-то я умирать начал, что за фигня? Так хорошо. Хватит умирать уже. Если... Давай по углам и врубай скилл. Может ты и прав, надо правда по углам и врубить скилл. Хотя нет, так неинтересно. Надо просто аккуратнее и все. Хорошо, деточка. Все получится без всяких углов. Здесь немножко можно по углам, тут надо как бы. Это правильно. Потому что сейчас наверняка кто-то будет выходить и... И надо быть готовым. Во-во-во! Хорошо, детка. Так. Ну все получается у нас. Мы вполне успешно идем с хорошим счетом. Ну, небольшой такой отрезок был, да, не успеха. Но, по-моему, закончится все хорошо, мне кажется. Тут осталось-то уже немножко. Я должен... Должен... Тихо-тихо! Да, ну, блин, это вот... У нее нету нормальной стрельбы по одному патрону. Быстро стреляешь и пули разлетаются в разные стороны. К сожалению... Да, проклика здесь нету. Но! Но! О, гранатка сработала! Ну-ка! Во-во-во-во! Тихо-тихо-тихо! Выходи, Рокутагин! Давай-давай-давай-давай! Вот так вот! Попался, красавчик! Да! Да я еще-еще успею еще с кого-нибудь нагнуть! Давай! Или все! Тихо! Вот так вот! Класс! Дай! Рампай! Попай! Нагив! Это Нагив! Я не могу с тобой сплорить! Вот так вот душевно мы поиграли! Я не старался сегодня играть очень активно, но и не старался только сидеть на месте! Я старался играть в своем любимом усредненном стиле под приятную музыку, которую поставил нам капитан очевидность! Спасибо тебе! Вот! И настреляли мы неплохо! У нас даже есть 8 хэдшотов, где you was owned 3-3 соотношения! Троих взорвали! 23% меткости! Показали мы! Да! Есть такое! Вот так вот поиграли на карте ДОК с М4 CQB пушка по нынешним временам после всех фиксов ну во всяком случае годная! Поиграть с ней можно иногда даже на ветеранах! выходить на КТАРы или что-то такое не стоит! Перестреляют однозначно! Но это уже не та М4 CQB которая была раньше! С этой нагнуть можно! Поэтому если данное видео было достаточно таким приятным мелодичным достаточно таким нагибным и плоские шутки капитана очевидности вам понравились то вступайте в нашу армию нагибайте всех и мы увидимся с вами! с вами! Субтитры Продолжение следует...